Новости на телеканале Дом в прямом эфире. С вами работаю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Государственного чиновника наказали за пьяную езду. Сегодня кабинет министров Украины собрался на мне очередное заседание и снял с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Накануне его задержали полицейские за нетрезвую езду. После инцидента сам Немилостивый написал заявление об отставке. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал поведение замминистра недопустимым. В офисе президента Украины поддержали решение Кабмина об увольнении Виталия Немилостивого. Увольнение Немилостивого – это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотрена ответственность за вождение в нетрезвом состоянии из-за непоминовения полиции. У чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность. Автомобиль Виталия Немилостивого остановили патрульный из-за нарушения правил дорожного движения. В ходе общения с водителем правоохранителя заподозрили, что он нетрезв. Чиновник отказался составлять протокол, а вместо этого ругался и угрожал полицейским. Произошла потасовка. При попытке покинуть место нарушения его задержали. Составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Материалы направлены в суд. Руки убрал. Я говорю, не надо никуда идти. Я заступник министра. Я ищу дальше. Сейчас ведется видеофиксация нашего разговора. Я радую вас, что вы фиксируете. Вы сейчас будете оформлены. Я еще раз вам В следующие сутки выявили 5583 новых случаев COVID-19. Выздоровевших украинцев в два с половиной раза больше. 13 981. 241 украинец не смог побороть болезнь. Больше всего новых случаев выявили в столице, а также в Запорожской, Львовской и Харьковской областях. Тем временем Украина ведет переговоры с США по ставках вакцины от коронавируса. Соединенные Штаты уже выделили Украине порядка 20 миллионов долларов на подготовку к вакцинации. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко. Офис президента Украины и Министерство иностранных дел работают над организацией встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона работает над приглашением президента США в Киев. Также рассматривается возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Дипломат подчеркнул, для начала должен состояться телефонный разговор между главами государств. Посол отметил, что для развития двусторонних отношений важно наладить личные связи, а лучшая возможность для этого – официальный визит. Соединенные Штаты Америки останутся непоколебимыми в поддержке Украины, заявила временная, поверенная по делам США в Украине Кристина Квинн по случаю инаугурации Джо Байдена. Прямую трансляцию церемонии вместе с ней смотрел и президент Украины Владимир Зеленский. Он также пригласил нового лидера США посетить Киев. Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном – США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии. Сто дней работы в масках, возобновление трансатлантического партнерства и новая иммиграционная политика. Своими первыми решениями на пасу президента Джо Байден отменил некоторые указы времен Трампа. О первых шагах 46-го президента и реакция на них мирового сообщества. Смотрите далее. За этой церемонией следили миллионы зрителей. От нового хозяина Белого дома ждут кардинальных изменений в политике США. И первым указом в статусе президента Байден возвращает Соединенные Штаты в список участников Парижского соглашения по климату. Это было предвыборным обещанием, которое демократ сдержал. Откровенно говоря, это были не самые простые четыре года, когда президентом был Дональд Трамп. Глава страны, который среди главных оппонентов на мировой арене вместе с Россией и Китаем называл Европу, многое пошло не так. Но теперь с Джо Байденом в Белом доме находится кто-то, кто хочет возобновить трансатлантическое партнерство. В первую очередь американский президент подписал 15 указов. Из них следующие 100 дней все американские чиновники обязаны появляться на работу только в масках. Еще одним решением Байден отменил строительство стены на мексиканской границе, которая стоила американцам 15 миллиардов долларов. Мы не можем больше тратить ни цента на строительство стены ненависти и стыда. Фактически, мы уже призвали к демонтажу этого символа расизма. У жителей этого поселка в индийском штате Тамил-Нада в руках портреты Камалы Харрис. Они уверены, вице-президент родом из их деревни. Харрис стала первой женщиной и первой небелой вице-президентом США. Великие эксперименты требуют большой решимости, воли и мудрости к совершенствованию. Эту решимость мы реализуем сегодня в Америке. В России новые инициативы Джозефа Байдена, в частности, мирные, не прошли незамеченными. У готовности продлить соглашение о ядерном сдерживании заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Относительно СНВ-3 ситуация совершенно другая. Думаю, что демократический лагерь, администрация Байдена внесут в ближайшие дни в Конгресс предложение о продлении договора СНВ-3. Мы готовы у себя выполнить, если потребуются, те же ратификационные процедуры. Еще одним решением нового президента стала отмена выхода США из Всемирной организации здравоохранения. Ранее Байден заявлял, что его главной задачей на посту станет борьба с пандемией коронавируса. Николай Старков, Телеканал Дом. Крымская платформа будет в парламентской ассамблее Совета Европы. Председатель делегации Верховной Рады Украины в Пассе Мария Мезенцева анонсировала создание неформальной крымской платформы на площадке ассамблеи. Она отметила, что ситуация с правами человека на оккупированной России в Крымском полуострове ухудшается, в частности из-за пандемии COVID-19. Об этом евродепутаты в очередной раз проинформирует украинская делегация. Зимняя сессия в парламентской ассамблее Совета Европы состоится 25-28 января в гибридном формате онлайн и очно в Страсбурге. Тем временем стратегию деоккупации Крыма могут принять уже 26 февраля на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ее уже передали на рассмотрение в СНБО, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джапарова. В дальнейшем эта стратегия будет предоставлена на саммите крымской платформы, проведение которой намечено на 23 августа этого года в день украинского флага. Офис президента Украины и Министерство иностранных дел уже разрабатывают программу и концепцию встречи. Россия использует удерживаемых украинцев в политических интересах. А потом сообщает украинская делегация трехсторонней контактной группы. РФ и Виктор Медведчук пытаются ввести в страну несколько людей, которые содержались на временно неподконтрольных Киево территориях Донбасса. Украинская делегация считает это демонстративным шагом России в обход официальной процедуры обмена удерживаемых лиц через площадку ТКГ. Таким образом, Москва подтверждает неспособность выполнять элементарные процедуры и практику, за которую сама приняла на себя ответственность. Ранее уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что из Ордло на подконтрольные территории передадут 9 незаконно удерживаемых лиц через посредника. Руководство РФ таким образом пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандском формате, фактически занижая значение соответствующих усилий Германии, Франции и ОБС, Согласно государственным процедурам, этих людей после пересечения границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб. Фактически, Кремль и Медведчук подвергают этих людей дополнительным нагрузкам, пытаясь вывести их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ. Прекратить строительство турбопровода «Северный поток-2», тем самым расширить санкции против России, призвали депутаты Европарламента в ответ на арест Алексея Навального. В своем требовании они предложили расширить санкционный список, включив в него лиц, причастных к решению Химкинского горсуда об аресте оппозиционера. Задержание Алексея Навального противоречит Международному праву и Российской Конституции, подчеркнули в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента. Несколько депутатов призвали Европейский Союз, а также некоторые национальные правительства и региональные органы власти окончательно прекратить работы по достройке трубопровода «Северный поток-2» как средство введения надлежащих экономических санкций против российских властей. На этом у меня пока все. Следующий выпуск новостей уже для вас готовят мои коллеги. Я же напоминаю вам о том, что страницы телеканала Дом есть в YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, а также заходите на наш сайт каналдом.tv. Подписывайтесь, комментируйте, следите за нами в удобное для вас время. Хорошего дня!